всем привет друзья с вами светлана и сегодня у нас произошло торжественное открытие пекарни домашней в собственной пекарни и поварешка сейчас я вас ознакомлю с ассортиментом повара бедные с 4 утра трудятся очень все радостно и счастливые то что наконец-то у нас и это помещение заработала поварешка у нас находится также как и гостевой дом мурли амур по адресу горького 2b поварешка именно вот эта часть работает на вы нас скажем так вы приходите что-то покупаете из изделий хлебобулочных и соответственно потом а еще и кондитерские изделия чуть не забыла то есть то сейчас вы сами все увидите все поймете то здесь можно купить с собой вот то что я вам покажу причем то что я вам покажу это всего лишь одна десятая часть из того что будет чуть чуть позже так что если вы ходите по улице горького допустим даже если не живете в нашем гостевом доме вы всегда можете зайти в поварешку и купить пирожки чизкейки выпечку в общем сейчас все сами увидите меня в слюнке текут кстати говоря я сегодня еще и буду и дегустировать эти все пирожки которые у них представлены кстати говоря помимо пирожков я еще попробую комплексный обед который готовят но уже не для всех только для жителей гостевого дома мур-ля-мур я являюсь администратором принимаю бронирование и собственно являюсь как говорится гарантом того что вы точно заселитесь вас не обманут и ваш отдых пройдет отлично давайте тогда уже проследуем поварешку и посмотрим что же там такого вкусненького ребята нам сегодня наготовили и покажут ну встречает нас вот такая вкуснейшая выпечка она огромная вот моя ладошка даже не знаю как вам показать она большая огромнейшая просто с чесноком а внизу сыром 60 рублей вот такой вот багет я даже не этом булка это это хлеб полка не знаю это вот к супам к борщам наверное очень-очень будет вкусно это свежевыпеченная то есть это я уже сказала ребята готовят самого утра здесь у нас находится посмотрите сочник с творогом и как же слюнки текут хочется все попробовать то по 55 рублей пирог картошка капуста 45 рублей смотрите кстати достаточно большой размер пирожков ведь там квадратиками здесь вот такими пирожками 45 рублей здесь есть яйцо и лук пирог с яйцом и луком тоже интересная форма ведь и у каждого пирожка свое особенно форму кстати вот уже разобрали действительно был полностью лоток но я уже днем пришла многие увидели что вы виск открыта и заходит покупают также как и пирог с яблоком смотри 40 рублей и вот уже их только вот осталось 6 штучек очень-очень видимо хорошие вкусные пироги что их прям разобрали есть также пирог с печенью если кто-то любит вот такой вот у них интересный размер и форма треугольнички и вот такие вот квадратики а конвертики пирог с мясом 60 рублей как будто бургер только внутри запеченный тоже мало осталось пользуется спросом плюшка всеми любимой плюшки кто не ел плюшку тот наверное не знает что такое детство посмотрите какая вкуснятина даже рыбальчики на на можно обрезать очень вкусно и аппетитно выглядит все 40 рублей но она видно что на очень вкусно и свежая хачапури лодочка кстати говорят такой мини формат я впервые вижу но выглядит очень аппетитная удивлена потому что обычно большущие огромные за 300 рублей продают а здесь вот можно познакомиться с мини форматом как я уже сказала это все печется собственноручно прямо здесь и все свежее это у нас ватрушка ватрушка 45 рублей стоит ватрушки с творогом это вообще моя любимая слабость в детстве была и слабость и сладости я вообще очень люблю ватрушки с творогом и улитка мак выводы вообще меня поразило очень аппетитно выглядит кстати какой размер достаточно крупный улитки поэтому хочу сказать дешево сердит а главное обстоятель какая красота это все ручной труд и общую изумелена здесь у нас уже пошли пироги вот вот эти все пироги представлены с разными начинками это у нас чизкейки вот в такой большой форме но также есть и мини формат чизкейк по 45 рублей кстати пироги стоит 200 рублей давайте покажу а вот мини формат чизкейк 45 рублей стоит тоже два разных вкусов здесь у нас хачапури с сыром и зеленью 150 рублей знаете какие огромные вот хачапури бы точно можно было взять на семью из троих человек и вполне отобедать ведь какой огромный формат ну а теперь я бы вам хотела показать специально для меня дегустацию сейчас я буду пробовать все вот эти вот вкусняшечки сладости видите тут и чизкейки и безешки и пирог с яблоком и в моя любимая ватрушка с творогом плюшки с детства улитка с маком и вот вот это вот булочка сдобная если я тоже так понимаю что это тоже творожная сочник ой все слюнки текут даже видите мне приготовили вот такой вот коктейль после того как я попробую продегустирую пироги вот которые вы сейчас видели на витринах обязательно посмотрим какой комплексный обед представляют ребята готовят специально по заказу для наших жителей каждый день разный комплекс и все они на самом деле очень вкусные достойные и вы точно именно здесь а главная цена когда узнаете вы будете в шоке спасибо да сейчас будем пробовать это у нас смотрите здесь окрошка здесь два вида мяса представляете и вкусно пахнет восхитительно готовят окрошку в двух видах первый вид этого than iran 2 вид это квасную который собственного производства пшенична который здесь же буду делать здесь настолько все индивидуально и посмотрите какая подача шикарная про картофель картофель здесь печется специально для окрошки самой окрошки его нет это именно вот прям окрошка это целое блюдо то есть отдельно картофель запекается отдельная крошка, то есть вы можете есть прикуску. Такого я еще не видела. Прям очень аппетитно. Ну и домашняя булочка, конечно же. Также здесь есть горчица и хрен соусы. И такой вот напиток замечательный, каркаде, который сделали в лучших традициях. Обязательно его тоже попробуем. Тем более я давно не ела с таном айраном. Это для меня прям будет очень новый вкус. Привыкли уже кто с майонезом, кто с чем. Но с таким вкусом я еще не пробовала. Прям кислинка от тана айрана, но при этом она здесь очень гармонично вписывается за счет того, что остальные овощи более нейтральные. Мясо оно более соленое. И, соответственно, третья кислинка это как три компонента, которые идеально входят в это блюдо. И оно прекрасно сочетается. Я вот сейчас даже не побоюсь, попробую добавить горчицы чуть-чуть совсем. Не сильно вам обжечься. Кто-то любит поострее, кто-то любит более вот с таким привкусом хрена. Потому что на самом деле рецептов у окушки очень много. Попробуем теперь с картофелем запеченным. Потому что, видите, здесь картофеля внутри нет. И вот мне интересно, как оно будет сочетаться. Прежде чем я сравню с окрошкой, такой отварной картофель. Причем кажется, что он прям такой будет сухой-сухой с корочкой, но он прям тает во рту. Это, знаете, как будто свалили картофель, а потом его ненадолго, вот совсем ненадолго, вот именно для вот этой корочки в духовой шкаф отправили. И вот она прям тает во рту, хотя внешность, как видите, обманчива. Кажется, что она сейчас будет сухая и будет хрустеть. Вот теперь я понимаю, почему она идет отдельно, почему она не внутри. Во-первых, в чем проблема картофеля, когда его добавляют сразу в окрошку, он потом разбухает, он потом разваливается, и вы его не чувствуете. Именно сам вкус картофеля. А здесь вы берете отдельно картофель, который вот просто идеально приготовлен, так еще и смешиваете настоящую окрошку. Если сравнить, наверное, с кусочком хлеба, то это, наверное, три кусочка хлеба в одной этой булочке, потому что она и увесистая имеет вес. И опять-таки, внешность может быть обманчива на вид, она прям такая жесткая, грубая, но надо пробовать куснуть. Я, может быть, сейчас не очень красиво ем, я понимаю, но настолько все аппетитное. И давайте попробуем каркаде. Здесь какой-то особенный, уникальный рецепт. Каркаде готовит лично шеф-повар Роман, и он нам и расскажет, как вы готовите такой напиток, потому что мы такой не пили, не знаем, что это такое. Все очень просто. Очищенная вода, суданская роза, в народе каркаде, это чай. И сахар, больше никаких агентств там нет. Все только и только. А почему вкус такой фруктовый аж? Вот от чего? Это такой цветок. Это суданская роза. Посмотрите, как она цветет, она видит цветка растет. Это сухой продукт. И он выглядит, как чай. Ну, его залает. Просто невероятно. И значит, я до этого вкусные каркады не пробовала. Это морс, да? Как все это красиво смотрится. Обратите внимание, еще какие подносы. Там еще у нас кошачьи подносы. Ой, я такого декоратива. Вот обратите внимание, там просто киски же встречают всех. Вот такие вот киски. О, все с душой. Вкусно. Давайте вы победите. Ну, вы, наверное, же помните, что у нас на территории работает салон красоты Парикмастер. Здесь у нас работают мастера, Парикмахеры, маникюр, педикюр. Салон тоже находится на Горького 2Б. Поэтому можете приходить, пользоваться услугами Парикмахера. И также заходить в поварежку и там пробовать кулинарные шедевры наших поваров. Ну что, наконец-то пришла очередь дегустировать пироги. Очень вкусная крошка. Забегу вперед, скажу, что я все съела. Но я еще даже забыла о том, что у меня дегустация. Посмотрите, я уже пыталась дегустировать пирожок с грибами. Очень вкусный, очень сочный. Прямо действительно начинка свежая, натуральная. Вот как будто только-только что приготовленная. Я обязательно доем его. А сейчас давайте я все-таки к сладостям. Я просто к ним неравнодушна. Попробуем чизкейк, потому что вот больше всего меня интересует именно он. Потому что я уверена, что остальные булки будут и так вкусными, потому что они уже выглядят так аппетитно и пахнут, что просто невозможно. А здесь получается чизкейк у нас творожная основа, а здесь персик свежий. Вот надо обязательно попробовать. Но он прям такой очень-очень хрупкий, кажется, на внешний вид. Надо пробовать. Он действительно очень хрупкий. Здесь такая текстура бисквита просто обалденная. Он мягкий. Вот как должен выглядеть действительно чизкейк. И творожное вот это вот содержимое с персиком оказывается очень хорошо сочетается. Я в жизни не пробовала именно чизкейк с персиком, но, как оказалось, очень хорошая совместимость. Вот еще раз кусну, чтобы вам всю показать внутренность. Просто обалдеть. Посмотрите, какая нежная текстура. Вот-вот развалится, но не разваливается, понимаете? То есть при этом, при всей его невесомости и хрупкости, он все равно держит форму. А этого добиться, мне кажется, очень сложно, чтобы он был внутри такой мягкий, сочный. Но когда держишь в руках, он твердый. И он не рассыпается, не пащикает пальцы. Вот реально очень удобная форма. Состоящий чизкейк, который должен быть, он выпекается. И это очень вкусно. Вот что-что чизкейк я прям однозначно советую попробовать. Вы такого точно еще не пробовали. А я много пробовала разных чизкейков везде. И в холодном виде, и вот с печеным. Но с такой нежной конститенцией, но при этом формы, не разваливающейся. Вот чтобы его можно было так взять, я еще не видела. Ну и, конечно же, еще раз большое спасибо за крокодем. Как я узнала, что это такой напиток из розы специальный. И он действительно напоминает очень вкусный морс. Что-то не пропало еще свежее, я возьму с собой. Поэтому большое спасибо еще раз Анастасии Владимировне, всему коллективу поваров, повар-ежки, гостевому дому Мур-Лямур. Как вы знаете, Горького 2Б. Я там принимаю бронирование. И вот на мне, так сказать, продемонстрировали всю вот эту вкуснятину. Именно сегодня было открытие вот этого замечательного места по названию повар-ежка. Не могу сказать, что это кафе, не могу сказать, что это столовая. Это ни то, ни другое. Здесь получается замечательная выпечка, кулинария. Но при этом еще для жителей гостевого дома шикарные комплексные обеды. Поэтому сказать, что это прямо одно что-то, нет. Если вы не живете у нас, то для вас это у нас возможность купить вкуснейшие пироги, пирожки, пирожные. Если вы живете у нас, то у вас к этой возможности добавляется еще и шикарное предложение. Попробовать по бюджетным ценам. Поверьте, дешевле, чем на параллели. Не буду раскрывать секреты, а то сейчас у нас мест не будет в свободном гостевом доме. И так вот у нас бронирование идет. Кстати, если вы еще не забронировали, спешите. Потому что мы уже открываем бронирование на сентябрь по супер привлекательным ценам. Двухместный номер или одноместный тысяча за номер. Трехместный у нас 1200. В сентябре, сентябрь будет жаркий. Я вам говорю, уже идет бронирование, уже интересуется. И 1500, четырех, пятиместный. Вообще таких цен не найдете с такими условиями в номере и уровнем комфортности. Еще и питание предоставляется. Меня зовут Роман, я работаю шеф-пекарем в кафе «Поварешка». Скажите, правильно ли, я понимаю, что вы помимо вот этого ассортимента еще также индивидуальные заказы принимаете на торты? Да, личные заказы принимаем индивидуальные. Как бы и торты, и любые пироги, как бы любое блюдо, что у нас готовится и на выбор клиента. По его заказу, эскизам, как говорится. Любой вкус. У вас большой такой объем работы успеваете или не хватает? Вот успеваем, но сейчас в дальнейшем мы только открылись, будем раскручиваться, и мы уже чувствуем, что нам нужен будет помощник на кухне. А что должен делать? Помощник, чтобы... Так, его обязанности, во-первых, ходят слушать руководителя, старшего на кухне, помогать, а так в принципе это чистка овощей, уборка, то есть тоже и учиться, конечно, выпечке в процессе, и в дальнейшем повышение будет, то есть у него. То есть сначала как бы помощь в хозяйстве, по кухне. Возраст, опыт имеет значение? Как бы нет, но мы все решать будем при собеседнии приличном. Так мы ничего не можем сказать, да, люди разные, мы будем отбирать, выбирать, чтобы человек нам подошел. Как по оплате? По оплате пока на первое время планируем от 21 тысячи, а тут полный пансион, бесплатное жилье, бесплатное трехразовое питание, во-первых, домашнее, и адекватный график работает. То есть такой, без фанатизма, можно сказать. Очень было вкусно, я всегда скажу, Роман вам желаю удачи, успехов, и как можно вкуснее больше кормить наших гостей. Вам, Светлана, спасибо, заходите к нам почаще. Спасибо, до свидания. Звоните, потому что сентябрь будет реально жарким. Ну а с вами была Светлана Азаровская, гостевой дом Мур-Лямур. Всем пока-пока, обязательно жду вас в комментариях.